И здравствуй, YouTube! С вами Zizahedge, и вы смотрите 13 серию летсплея на сервере Swells.com сборки 1.6.4. Итак, наша сборка буквально вчера обновилась. Обновилась она не очень, к сожалению, удачно. В частности, Python Logistics последней версии, которая R14 Final 2, так сюда и не встала. Не знаю, связано ли это с тем, что кто-то из игроков построил не очень корректную AE-сеть, или же просто какие-то другие причины повлияли на это, но, к сожалению, Python Logistics 14 у нас здесь с вами не будет до вайпа. Вайп, наверное, будет у нас уже в следующем году, в 2014. Я надеюсь, что где-то это будет в середине, может быть, в конце января. Пока ничего более точного сказать не могу. Там посмотрим. Механик, привет! Так, о чем бишь я? А, ну да. Кроме того, обновился Extra Utilities. Обновился уже дважды, если не сказать трижды. И с каждым новым обновлением он мне все больше и больше не нравится. Объясню, в чем причина. Как вы помните, раньше у меня вот эта вот замечательная штука, которая Power Transfer Note, или как она там называлась, стояла рядом с батарейкой из Ender.io и прекрасно себе передавала энергию дальше. Теперь, если я ее ставлю рядом с батарейкой из Ender.io, она энергию гоняет туда-сюда. К сожалению, эта бага не Ender.io, это бага именно Extra Utilities. По той простой причине, что даже присоединив ее вот так, я пару раз здесь наблюдал то, что энергия уходит в минус. Вот здесь вот у нас написано минус, там сколько-то. Причем этот минус достаточно быстро растет и умудряется совершенно без проблем питать все мои машины в нужном им количестве энергии. То есть фактически можно было вырубить вообще все мои движки, и она бы это дело питала. Потом, слава тебе, Господи, что-то такое случилось. Что-то такое случилось, что она нормализовалась и, собственно, снова стала здесь добавлять энергию. Это мне нравится. Потому что, в противном случае, мне пришлось бы найти какой-то другой способ передачи энергии. Мне очень не нравится, когда у меня энергия берется из воздуха. Более того, я не знаю, как себя повела бы вот эта вот штуковина, когда у нее предел хранимых, кстати, Redstone Flags, почему-то она теперь в нем энергию считает, перевалил бы за минус 65 535. Я не знаю, сколько здесь ограничений стоит по размеру числа, но не знаю. Скорее всего, ничего хорошего бы не было, и мир бы у нас с вами крашнулся. Я очень надеюсь, что этого не произойдет. Кроме того, мы все еще вырабатываем криозот. У меня уже некуда девать, собственно, деревья. Кстати, можно сюда запихнуть. Я, собственно, вот эту бочку тоже полностью перевел на них. Я вот думаю, что можно будет сюда еще провести трубу и, собственно, подключить этот хоппер. Потому что криозота у меня не хватает. У меня сейчас бойлер, собственно, выключен. Я вам, кажется, не показывал, но, тем не менее, он выключен. Естественно, криозота у меня не хватило. Он проработал не очень долго и, собственно, и сдох. Сейчас у меня криозота уже достаточно приличное количество накапало. Я жду, пока у меня заполнится полностью эта цистерна и, собственно, снова включу бойлер. Я думаю, что это, наверное, будет уже не в этой серии и, возможно, вообще за кадром. Кроме того, я себе переплавляю стекло. Делаю вот такой вот Clear Glass. Для чего мне это нужно? Потому что я, как уже говорил в прошлой серии, хочу, собственно, себе все-таки привести в порядок дом. Но я понял, что если я это буду делать в этом доме, у меня на это уйдет много сил и времени. И еще не факт, что получится хорошо. Поэтому я, собственно, поступил проще. Ой. Вот там вот я себе строю новую базу. Оно у меня будет похоже по дизайну на эту, только все-таки немного более с умом я подойду в этот раз. Собственно, я себе сделал две комнаты размером по чанку. В первой комнате у меня будут находиться всякие сундуки, бочки и все прочее. Мое хранение. Здесь у меня будут находиться машинки. А на втором этаже, я думаю, что здесь будет, допустим, Soundcraft или что-то типа того. Кроме того, у меня вот здесь будет выход на балкончик. Здесь у меня будут либо пчелки, либо что-нибудь типа того. Не знаю, я еще пока не придумал, что здесь будет. И, в принципе, этот домик я буду расширять вот с этого места в чанк направо, то есть где я сейчас нахожусь, и в чанк налево, то есть вот там. Вон, где у меня стекушка стоит. Также у меня здесь есть, собственно, черный ход. Черный выход, пожарный выход, не знаю, вот сюда. Так, дальше. Обновились достаточно большое количество модов после очередного обновления. Среди них Buildcraft и Railcraft. Собственно, Railcraft сделали то, о чем я вам в прошлой серии намекал. Теперь, собственно, бойлеру, неважно, насколько бойлер разогрет, он будет потреблять одинаковое количество топлива. Если раньше, чем теплее бойлер, чем горячее бойлер, тем меньше он потреблял, то теперь он будет потреблять ровно столько же. Единственное, что теперь, чем он горячее, тем больше он будет вырабатывать пара. Я пока не знаю, насколько это хорошо, потому что, если честно, я думал, что у меня, собственно, вот этой вот нефти, после того, как она перегонится в бензин, хватит на мою всю оставшуюся жизнь. Но, видимо, этому не суждено сбыться. Ну, ладно. Собственно, посмотрим, что там и как. Так. Кроме того, я сюда поставил мод под названием Morpheus, и теперь, если я вот сейчас, допустим, лягу спать, всем остальным игрокам придет сообщение о том, что, ха, Зигзахедж спит. И как только кто-нибудь еще из них ляжет спать, вот, собственно, у нас наступил день. Сейчас у нас на сервере Троя, если хотя бы два человека легли спать, то, собственно, все у нас случилось. Такой вот удобненький мод. Вот. Кроме того, я, если честно, замучился вот здесь вручную разгребать ситуацию с моим пэккеджером по нескольким причинам. Во-первых, вот сейчас здесь, допустим, а, ну сейчас не сработает. Иногда бывает так, что сюда, скажем, влезет последние, скажем, ну, три ростка пшеницы, и они, собственно, в пэккеджере лежат и ждут, пока к ним придет еще пять, еще шесть для того, чтобы сделать блок. При всем при этом, допустим, вот у меня здесь те же самые семена или тот же самый хлопок в большом количестве сидят и не знают, что им делать. Поэтому, во-первых, я здесь заменил наши сортин пайпы на фильтр пайпы, так, чтобы у нас в каждую бочку шла определенная культура. Таким вот образом это сделано. Потому что у меня уже пару раз такое было, что из бочки, собственно, забирается последний предмет, и в эту бочку начинает переходить все, что угодно, кроме того предмета, который здесь был изначально. У меня в итоге, собственно, получилась здесь еще одна бочка, которая держит семена. Потому что я забыл то, что семена у нас тоже можно делать в блоке, получаются такие вот сумочки. И, собственно, поставил сюда сундук, в который будет попадать все то, что не смогло попасть в эти бочки. Собственно, сундук я переставил вот отсюда, не стал мудрствовать лукаво. Вот. Каким я образом хочу решить проблему с тем, чтобы в пэккеджер попадало только определенное количество необходимых нам предметов? Я хочу это сделать при помощи мода Translocators. Они позволят очень компактненько и красивенько, собственно, нам все это дело отрегулировать. Так, нам нужен транслокатор. Item Translocator. Мы будем переводить предметы, мы не будем переводить жидкости. Так, нам нужно раз, два... Как бы это лучше сделать? Даже, если честно, пока не знаю. Сейчас что-нибудь придумаем. Я просто думал поставить один сундук, в который будет попадать ровно девять семян, ровно девять хлопка и ровно девять пшеницы. Если у них есть такая возможность. Если у них такой возможности нет, то они будут там себе стоять и ждать, пока в бочках не накопится достаточное количество. Тем самым в Packager будет попадать ровно по девять. Ну, давайте сделаем, по крайней мере, четыре транслокатора мне нужно. Так, там точно нужен был поршень, железо и золото. Раз, два, три, четыре. И два на поршень. Два золота. Четыре Redstone. Редстоунов нужно раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Так, доски. Есть. Кабл есть. Делаем поршни. Раз, два. Конечно же, у меня NEI использовал березовое дерево, за что я его обожаю. Его у меня было меньше, ну ладно. Так, четыре транслокатора есть. Кроме того, нам нужно разбить алмазик на наггеты, для того, чтобы позволить нашему транслокатору, собственно, забирать определенное количество указанное нами предметов. Так, возьмем какой-нибудь любой сундук и пойдем подумаем, как нам здесь все это дело организовать. Бабочки летают. Так, ну давайте закопаемся немножко и уберем отсюда вот эту крышку. Кстати, с обновлением Extra Utilities теперь можно закрывать все блоки крышками. Так что я однажды, ну в ближайшем время, думаю, может быть даже в этом эпизоде попробую это сделать. Так, убираем отсюда, собственно, наш пэккеджер. Чтобы он нам не мешался. И отсюда, ммм, какая красота. Это нам все тоже сейчас здесь не нужно. И это не нужно. И это не нужно. Так, как бы нам, собственно, все это дело придумать. Транслокаторы можно поставить сюда, сюда и сюда. И как вот их всех заставить скидывать в один сундук? Допустим, если я сундук поставлю сюда. Галемчик, куда же ты побежал, дурень? Эх, так, YouTube, я пошел его спасать и вернусь. Итак, мы снова здесь. Так, а-та-та-та-та-та-та-та. Тормозим, тормозим. Оттормозились. Так, вот сюда поставим сундук. И к нему присобачим, собственно, транслокаторы. Ну не то, чтобы к нему. Раз, два, три. Тут пшеница лежит. Галемчик. Опять куда-то делся. Ладно, потом поищем. Дурацкий големчик. Кстати, да, спасибо Мориксу еще раз за то, что он мне восстановил големчиков. Они, правда, какие-то стали странные, и они теперь все время куда-то убегают. Ладно. Так, и, собственно, четвертый транслокатор поставим вот сюда. Есть у меня ощущение, что мы вот из этого транслокатора вот сюда вот, да, попадать не сможем. Как же нам тогда эту проблему решить? Будет, наверное, не очень красиво, но мы попробуем. Как у нас делаются бочки, которые хоппинг. Силки, хоппинг. Так, делается бочка плюс два хоппера. То есть мне нужно раз, два, три, четыре хоппера сделать. Куча железа. И четыре сундука. Раз, два, три, четыре, пять. Десять. Пятнадцать, двадцать. На сундуке, я думаю, дерево у меня в достатке. Мне нужно четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре хоппера. Так, две бочки. Я думаю, бочки я возьму существующие. Кстати, у меня в инвентаре черти-чо. А, ну, собственно, я думаю, мне поможет мой багажный сундучок. Так, главное только, чтобы он сейчас не начал, как голем, здесь носиться. Все это дело собирать. Так. Ну и куда ты пошел? На. Так, это будет первая бочка. Да, я себе, собственно, сделал топорик. Называл его бэш-бэш. Это топорик, который рубит деревья, типа как в три капитатора, если кто знает, что это такое. Ай, нет места, места в инвентаре нету-нету. Так, спасибо тебе большое, сундучок. Ты зажрал бочку. На тебе пока, клев-глесс. Хм, зачем мне големы? Я здесь все, сундучок прекрасно жрет. Так, давайте сделаем первую хоппинг-бэррел. Значит, бочка. И хоппер сверху и снизу. Собственно, что это такое? Это бочка, которая работает точно так же, как работает хоппер. То есть все то, что помещается в нее, автоматически проваливается под нее, если у нее есть такая возможность. Куда бы, кстати, деть это дерево? Мешается. Где-то тут мой сундучок семенит. Я его слышу, но не вижу. Куда-то делся. Ладно, я думаю, вернется. Бочку сюда поставили. Она пустая. И в нее должна попадать пшеница. Как раз вот сейчас мне очень не помешал мой сундучок. Где ты, сундучок? Я знаю, как его заставить появиться. Нужно отойти куда-нибудь подальше. Вот он. Если что, если он заблудился, он телепортируется. В этом, кстати, тоже его большой плюс. Так, вот сюда мы засунем пшеницу. Кстати, как же так? Куда же все делать? И вот, собственно, бочка пытается выплюнуть содержимое вниз. Но у нее это не получается. И получается у нее по совершенно понятной причине некуда. Поставим сюда сундук. И мы видим, как количество пшеницы здесь стало уменьшаться. Будет еще один такой буфер. Сюда также повесим наш транслокатор. И скажем ему, наверное, вот так надо сделать. Скажем ему то, что ты должен выплевывать ровно 9 пшеницы. Это 8, 9. Не понял. Так, 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 так. Что-то я тут не то наделал совершенно. Мне нужно вот здесь сделать регулятор. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И вот сюда, пожалуйста, ровно 9 пшеницы. А это все верни назад. И, собственно, пшеница. Так, тут все пусто. Нажимаем кнопочку. И 9 пшеницы у нас здесь есть. Кроме того, нам нужно здесь ровно 9 семян. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 семян есть. И, собственно, здесь нужно сделать то же самое. Заберем отсюда наш транслокатор. Понятно, так я его долго буду долбить. Так, и заберем отсюда, собственно, нашу бочку. Из которой нужно также сделать хоппинг-бэрел. Бочка, 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 бочка. Два хоппера. Да, хотя ладно. Пусть пока побегает. Так. Бочку, значит, мы ставим вот сюда. Отлично. В нее начали появляться, запихиваться лимоны. Вот это совсем не то, что мне нужно. Это совсем не то, что я хотел. Значит, вот этот сундук нужно будет куда-нибудь переставить. Мне совершенно не надо, чтобы в эту бочку попадало все из этого сундука. Ну, собственно, я думал, что так будет симпатичней, но если не получится, то и ничего страшного. Я просто поставлю ее на один блок выше. Здесь у меня кавер, насколько я помню. И поставлю этот сундук вот сюда. И, собственно, сделаем вот так. И, кажется, там еще какие-то лимоны были. Так. Да, черепашки имеют тенденцию обнуляться. Вот именно поэтому я не хочу в этом сезоне заниматься, ну, не заниматься, строить карьер, собственно, на них. Так, а здесь у нас был хлопок. Весь хлопок мы с вами уже перевели в шерсть. Какие мы молодцы. Где бы меня хлопка-то раздобыть? Раз. Так, а големчик-то действительно куда-то смотался. Гад такой. Сундучок. Ты не успел тут хлопка? Поесть успел. Так, регулятор. Девять хлопка. И хлопок вот сюда. Запихнуть. Шесть, семь, восемь, девять. Отлично. Теперь из этого сундука мы при помощи, ну, допустим, ага, да-да-да-да-да. Помню, помню. Было такое. Мы можем же забирать только снизу. Поэтому. Поэтому. Вот отсюда у нас будет выход. Значит, вот здесь у нас будет стоять пэккеджер. Так как я буду к нему передавать информацию. В смысле, не информацию, а предметы. Предметы я буду передавать, наверное, вот так. То есть мне нужен трансфер нот вот здесь. И не надо вот, пожалуйста, этого делать. Где, 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 где мой ключик? Кстати, здесь нужен какой-нибудь кавер. О, у меня есть кавер. Мне вот так нужно. Откуда-то отлично взялся кавер здесь. Так, а ты уже начала кушать. Ты молодец какая. 64 накушалась. Здесь 9. Но 64, это нифига не 9. Эхе-хе-хе-хе. Так, значит, наверное, тогда мы сделаем не так. Тогда мы сделаем не так. Тогда мы воспользуемся вместо вот этого самого сундука напрямую нашим с вами пэккеджером. То есть мы отсюда убираем вот этот транслокатор. И убираем отсюда этот сундук. О, голем. А сюда ставим пэккеджер. И на него ставим транслокатор. А в этот транслокатор, во-первых, дадим ему зубчик. И говорим 9 хлопка, 9 семян и 9 пшеницы. Принимай. Замечательно. Так, почему пшеница одна, я не понял. Пшенице нужно 9. Так, а ты, соответственно, точно так же, как и раньше, только как мне теперь сюда к тебе подлезть. Вот так сделаем. И, собственно, трубы-трубы. Ой, дождик-дождик. Наверное, вот это можно убрать. Хотя я не уверен. И не исключаю, что это каверы. Да, это каверы. Они тут явно не просто так стоят. Не будем их убирать. Значит, нужен кавер на то, чтобы закрыть сундучок. И теперь вот так вот пустить трубу. Так, и внизу еще один нужен кавер, а то мой добрый пэккеджер умудряется все это дело, по-моему, запихивать в печь. Что мне тоже совершенно не нравится. Поставим туда такую вот крышечку. И поставим сюда трубу. Фу-то, е-мое. Еще одну крышечку. Ай, не там. И поставим трубу вот сюда. Ну. Отлично. 54, 55, 56, 57. Не понял. Почему ты никуда не хочешь идти? О! Заработало. Великолепно. Да, так мне даже больше нравится, пожалуй. Семена можно запихнуть опять. Вот сюда. Они начали перерабатываться успешно. Осталось только проверить, будет ли работать то же самое для пшеницы и для хлопка, когда он у нас появится. Ну, собственно, у этих двух бочек есть еще и буфер в виде сундуков. Жалко, мы, конечно, не видим, сколько там у нас чего находится. Ну, я думаю, с этой проблемой мы как-нибудь разберемся. Так, ладно, YouTube. Я дождусь, пока закончится дождик. Верну назад големчика, расчищу себе инвентарь и продолжим. YouTube. Я не смог дождаться, пока закончится дождь, потому что обнаружил одно досадное нетозумение. Регулятор не работает так, как мне бы хотелось, чтобы он этого делал. Потому что, как вы видите, сейчас в пакетже здесь все еще три зернышка. Поэтому я попробую сделать... Попробую поставить, наверное, ограничения на отдающие транслокаторы. Не знаю, как это сработает, но сейчас попробуем узнать. Так, отлично. У меня теперь... Ой. Ой. Ай. Ай. Засосало мой мечик. Иди сюда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ать. Девять, 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 девять. Девять. Интересно, сработает ли он таким образом. Пять. Не сработает. Какая жалость. Ох. Ладно. Ну, фиг с ним. Поставлю как есть. Хотя, конечно... Странно. Если честно, я был уверен, что такая система должна сработать по-человечески. Ну, не сработала, значит, не сработала. Бочка. Так. Мой меч. Драгоценный. Ладно. Как-нибудь, да, отработает. Ну, а мы с вами продолжим. И, собственно, давайте подведем трубы для передачи дерева ко второй нашей печи коксовой. Так, я думаю, что, наверное, целесообразно ее кормить отсюда. То есть провести примерно вот так и здесь поставить хоппер. Отдай. Таким образом, мы будем автоматически кормить обе печи. Интересно, сработает, не сработает? Насколько я помню, у нас в бочке, которая стоит рядом с фермой, очень много сейчас дерева. Но, учитывая то, что я сюда не кидал спид апгрейды, да, дерево сюда поступает. Процесс будет не очень быстрый. Вот так сделаем. И, собственно, да, я сейчас кормлю свои двигатели древесным углем. Они, вроде как, даже не очень против и, в принципе, достаточно неплохо справляются. Я, собственно, отсоединил подачу энергии в верхнюю батарейку. Там у меня стоит маленький стерлинг-генератор из Ender IO, который также питается угольным древесным углем и, собственно, питает эту самую батарейку. Кстати, вот у него уголь кончился. Хорошо, что мы сюда пришли. Собственно, вот эта вот энергия, она будет питать исключительно вот эти две машины до тех пор, пока у нас здесь стоит Ender IO. Как только я Ender IO уберу, соответственно, и это все автоматически будет не нужно. Да, собственно, у людей возникают вопросы, будет ли все-таки убран Ender IO и, если будет, то когда. Ну, что я могу сказать? Я, в любом случае, обязательно недели за две предупрежу о том, что я собираюсь убрать Ender IO, чтобы люди, у которых база, собственно, управляется кондуитами из Ender IO, могли своевременно ее перевести на что-то другое. И более того, я не буду убирать Ender IO до тех пор, пока у нас здесь не появится Thermal Expansion, который все еще, к сожалению, не обновился до необходимой версии, чтобы его можно было поставить на сервер. Вот, ответил, собственно, на этот вопрос. Так, кроме того, что мы сделали, думаю, что нам нужно сделать еще одну, наверное, печку коксовую, в учреждении то, что у меня даже место под нее есть, изначально было сделано. А, у меня есть стоит хоппер. Не очень хорошо. Ладно, тогда, наверное, это делать мы с вами не будем. Тогда давайте я подумаю, чтобы еще вам рассказать до окончания этой серии и вернусь. А YouTube я посмотрел, что нам с вами осталось около двух минут, поэтому я сделаю небольшой такой, так сказать, спойлер на то, о чем мы с вами будем говорить в следующей серии. Я думаю, вы уже могли догадаться. Судя по тому, что я делаю, чем мы с вами будем, собственно, заниматься. Дело все в чем. Я бы с радостью отказался от Industrial Craft, но, к сожалению, учитывая то, что здесь стоит экспериментальная версия, и многие мои игроки не до конца понимают, как она работает, а мне им, если честно, даже и ответить-то нечего, потому что я с ней, собственно, так и, как сказать, не поигрался. То есть я посмотрел, что там поменялось, почитал, как все это дело должно работать, и, собственно, на этом все дело затихло. То есть я с ним не играл. Я поэтому решил, что я должен быть подкован в том, чтобы моим игрокам отвечать на вопросы про Industrial Craft, а сейчас я им ответить, к сожалению, не могу. Поэтому думаю, что в следующей серии я все-таки себе построю какой-то, может быть, не очень большой, не очень большую часть базы для Industrial Craft, и, собственно, начну заниматься им. Не думаю, что это у меня будет основной мод для переработки, но качество вспомогательного вполне себе подойдет. К тому же, может быть, воспользуюсь оттуда какими-нибудь прикольными инструментами, вроде, собственно... Ой, это уже не резиновое дерево. Вроде, собственно, дрели алмазной или чего-нибудь типа того. Может быть, себе в итоге когда-нибудь сделаю Gravity Suit. Может быть и нет. Может быть, буду в этой серии летать при помощи Soundcraft, как и в прошлом сезоне. Ну, там будет видно. Итак, я себе буду набирать некоторое количество резины. Более того, как вы помните, у меня есть неплохой запас резины из Mind Factory. Насколько я помню, они все еще совместимы. Поэтому, думаю, проблема у меня с этим не... Ой-ой-ой-ой-ой-ой... Не возникнет, как во время здесь выросло дерево. Ну что, увидимся в следующей серии. Счастливо!